всем привет попалась мне в руки книга 1904 года называется сокровище искусства картины знаменитых мастеров художественной репродукции фотогравюрах бодэ и кнап перевод и дополнение под редакцией александра бенуа я дополнил цветными репродукциями из интернета и вот что получил так начинаем джордж ровный мисс дюмонт сми джордж ровный был сыном столяра в дальтоне и лишь на 19 году начал учиться живописью весьма посредственного портретиста стиля с 1762 ровный поселился в лондоне 1773 по 1775 пробыл в италии умер ровный душевно больным возвратившись из италии роман стал писать исключительно портреты искали сделался одним из любимцев публики наравне с рейнольдсом и генсборда достигнуть чего-либо выдающийся в других областях живописи английским художникам того времени не удавалось тому же спрос на портреты был так велик что все наиболее талантливые художники ничего другого и не писали даже пейзажи оставались пренебрежения то что творилось в области исторической живописи было поесть не ужасно один хогарт в области карикатуры и нравописательной живописи дал хорошие образцы но по отношению к другим видам живописи и он подобно другим остался бесплодным были правда попытки подражания классическим и французским образцам но находясь в сильном упадке французская историческая живопись не могла уже возбудить свежих творческих сил с одной стороны явилась безумная погоня за декоративными эффектами другой вставала непроницаемая муть философский умствование свободное творчество черпающие из сокровищницы природы и жизни отсутствовала брали тему из философии или из истории нравов и пытались сделать ее интересной с помощью декоративных фокус художники заимствовали мотивы не из того что мы переживаем и видим своими глазами что составляет истинный источник образной фантазии мы избирали например такой туманный сюжет как дитя шекспир окруженной страстями в кавычках на подобные темы писали и ровный несмотря на то что в свое время он приобрел славу именно благодаря подобному творчеству ровный как и все другие английские художники того периода не представляет никакого интереса в этом отношении впрочем ровнее выпало на долю счастья иметь моделью красивейшую натурщицу своего времени сделавшихся впоследствии леди гемильтон и ее красота заставляет нас смириться со многими его произведениями манера ровная проста его письмо привлекает своими светлыми жидкими тонами геймсбора очевидно имел влияние на направление таланта ровнее который старался подражать его тонкой передачи святотеи залитая солнцем фигура на прилагаемом портрете дамы зонтообразной шляпой на голове кроме обаяния личной красоты привлекает еще нежностью и воздушностью исполнения вот такое описание к работе джорджа ромния мисс дремонт смит в книге 1904 года сокровище искусств картины знаменитых мастеров заключение прочту что было написано в предисловии к этой книге графом иваном толстым для всякого желающие воспитать себе эстетическое чувство развить себе сознательное умение понимать достоинства гениальных произведений искусства следует возможно чаще всматриваться в них и даже штудировать их тот кто поймет почувствует творца его произведение то увидит что хотел создать художник и как он это создал как исполнил свой замысел свою задачу только тот насладиться художественным произведением полнее но такое описание я нашел книги сокровища искусств картины знаменитых мастеров 1904 года пока пока до свидания